От классической музыки до джаза И в данном случае это не исключение Состоятся большие балтийские гастроли И завтрашний концерт в Риге будет их открывать Итак, 8 марта настоящий подарок всем женщинам Где же состоится ваш концерт? Завтрашний концерт состоится в месте под названием Nice Place И это будет не просто концерт Это будет сотрудничество с замечательными рижскими поэтами Поэтическим клубом под названием Orbita Я только с ними сегодня познакомился И мы провели нашу первую единственную репетицию И была такая невероятно прекрасная энергетика Нам очень легко удалось наладить творческий контакт И я очень просто с нетерпением жду завтрашнего вечера А что значит выступать вместе с поэтами? Это будут ваши произведения, вашего собственного сочинения Акомпанирующие сочинения наших поэтов? Или это что-то новорожденное в совместном этом сотрудничестве? Прекрасный вопрос Это именно как раз таки будет новорожденное То есть они будут читать свои уже существующие стихи А я буду в прямом, так сказать, в настоящем времени Буду сочинять к ним музыку Эдакий саундтрек Это будет импровизация С помощью небольшого количества электроники Это будет живой, так сказать, саундтрек Будет рождаться прямо в прямом эфире В прямом исполнении Но до этого первый сет Или первая часть программы Будет моя сольная программа Первые 45 минут В которых я исполню песни на разных языках Под аккомпанемент виолончели Ян, порадуйте нас Да и телезрители канала ЛТВ7 Какой-нибудь композицией Давайте, конечно Конечно, поскольку канал ваш на моем родном языке То я спою вам песню моего любимого исполнителя Самое большое вдохновение в моей музыкальной жизни Борис Гременщиков Песня «Я змея» Ты улыбаешься, наверное, ты хочешь пить Я наблюдаю, я ничего не хочу говорить Я змея Я сохраняю покой Сядь ко мне ближе ты Узнаешь, кто я такой Я знаю тепло камня Я знаю запах и цвет Но когда поднимаются птицы Я подолгу ближу им в свет Ведь я змея Я сохраняю покой Сядь ко мне ближе ты Узнаешь, кто я такой Ты улыбаешься Должно быть, ты ждешь ответа Дай мне руки Я покажу тебе, как живое дерево Станет пеплом я змея И я сохраняю покой Смотри на свои ладони Теперь ты знаешь, кто я такой Спасибо большое Ян, вот сразу вопрос Что для вас ближе, такие кавер-версии Либо музыка или песни оригинального сочинения? И то, и другое Моя теория такова И практика Я играю ту музыку Которая мне близка по духу Если она была написана другими людьми Это прекрасно Если вдруг наступает момент И мне не достает музыки Которая была написана другими людьми То я берусь за дело сам И пишу свою собственную Ну, у вашей творческой биографии Были и не только сольные выступления Вы выступали на одной сценической площадке С такими величинами Как Стинг, Андрея Бачели И многими-многими-многими Другими И Я читала в одном вашем интервью Что У вас была мечта Выступить на одной сцене Как раз таки с Борисом Гребенщиковым Было дело Композицию, которую вы только что исполняли Вот мне интересно Осуществилась мечта или нет? Пока нет Я эту композицию, между прочим Записал на своем последнем альбоме Заре Который вышел в прошлом году И Эта композиция была записана По благословению самого Бориса Борисовича То есть я от него Получил персональное и разрешение И благословение Он сказал, что он с радостью Разрешает мне записать его песню Но пока что Личного контакта Не установил Пока не было Но все Как говорится В наших руках И будем надеяться Что это произойдет А что мешает? Со Стингом пели С Андреем Бачели пели Что же мешает с БГ? Все время Разминка происходит То есть мы не находимся В одном и том же месте В одно и то же время Видимо, скорее всего Это является Является Но как говорят Американцы Для всего Есть свое время Или всему Есть свое время Как правильно сказать По-русски Давайте поговорим О вашей юности И как раз таки Вы сказали Как сказали американцы О Соединенных Штатах Америки 17 лет Вы переехали в Нью-Йорк В Манхэттенскую школу музыки Вот почему решили Остаться в США А не вернуться На родину В Россию Ну трудно сказать Сначала я приехал Я думал Что я проведу В Америке Один год Потом Наступил второй год Жизнь в Америке В то время Мне не приносила Какой-то особой радости Я хотел жить В Париже В то время Но как-то Оно не Не срослось В то время С Парижем И я остался В Америке И вот уже Более четверти века Я там Продолжаю жить Работать Творить Но Я не могу сказать Что я себя считаю Американцем Или Русским Российским Человеком Я Для меня Любая страна Становится моей родиной Даже после Очень краткого Время провождения Там Да вот Даже Латвия Несмотря на то Что я прибыл Только вчера вечером Для меня Она уже стала родной Менее чем за 24 часа Как сердца-то хватает На то Чтобы так Много стран Вмещать В него И Каждой стране Отдавать Кусочек Ведь Любовь к родине Предполагает Какую-то работу Души Работу сердца Это Такой Обоюдный Процесс Вот я Приезжаю В страну Новую И делюсь С ее Обитателями Своей Своим Искусством От них Взамен получаю Их Энергию И Они Зачастую Делятся Со мной Своим Искусством Как это Произойдет Скажем Завтра вечером С С рижскими Поэтами Вот такого рода Энергия Я подзаряжаюсь Не говоря уже Об энергии Зрителей Которую они Дарят со мной И вот это все Является Таким снежным Комом Который Наращивается И в плане Энергии И в плане Новой музыки Которую я Подчерпываю Из разных мест Где выступаю А потом я и делюсь В свою очередь В новых местах Получается такой Очень глобальный Энергообмен Ведь Очень Вы привозите Получается Из одной страны Энергию В другую страну И все мы Посредством музыки И музыкантов Как-то между собой Все связаны Вот вы Очень интересную Тему затронули Потому что Эта энергия Она не только Эта энергия Помимо всего прочего Сближает Людей Разных стран Разного возраста Говорящих На разных языках Исповедующих Разную религию Или Не исповедующих Никакой религии С разными Политическими взглядами Даже Страны И нации Которые находятся В состоянии Войны Вот пока они Слушают музыку Наступает Перемирие Давайте послушаем Еще немного музыки Хорошо Давайте Я вам Сыграю Песню На Другом Очень красивом Славянском языке Из страны Под названием Македония Македония Находится на Балканах И Там Очень красивая Македония И я полюбил Эту музыку Именно из Их творчества И она Стала Потом я Дальше сотрудничал С другими музыкантами Из Балкана Из Сербии Македонии И эта музыка Стала неотъемлемой Частью моей души И моего репертуара Песня Поздравления Женщинам С наступающим днем 8 марта Песня О прекрасной девушке По имени Йовану Которая сидит На берегу Реки Вардар И ждет Своего возлюбленного Йованно Йованке Крај Вардар Отседиш Мори Белоплатно Белиш Белоплатно Белиш Душу Се на горе Гледаш Крај Вардар Отседиш Мори Белоплатно Белиш Белоплатно Белиш Душу Се на горе Гледаш Йованно Йованке Йасте тебе Чекам мори До Мадами Дојдеш А Ти недовагеш Душу Сърт моје Йованно Йасте тебе Чекам мори До Мадами Дојдеш Отседи Довагеш Душу Сърт моје Йованно Сърт моје Йованно Гитара Но вот Виолончелист Поющий Лично мне Это кажется Чем-то таким Необычным Это так? Действительно Это вполне Необычно Но я Начал петь Вот сколько я себя Помню Я все время Пел Я из очень Музыкальной семьи У меня отец И мама Они оба Музыканты Не по профессии Но музыка Всегда была Неотъемлемой частью Нашего дома Каждый день Медики Насколько я знаю У вас Отец медик Родители Медики Да Но отец у меня Играет на разных Инструментах И он Что самое интересное Вот эта любовь К языкам У меня Пошла именно от него Он пел Несмотря на то Что он не говорил На большей части Этих языков Но он Пел В транслитерации У него все было Там записано По буковкам Он пел На почти всех Разных языках И Вот от него У меня привилась Эта любовь К языкам И потом я Стал петь Сначала на итальянском Мне очень любилось Очень нравилась Итальянская музыка С фестиваля Сандрема Итальянская Популярная музыка Потом Я выучил французский Стал петь на французском Потом на испанском И так Пошло-понесло Сейчас это Уже 14 языков На которых я Пою А говорите На скольких? Говорю нормально На четырех Могу Объяснить Спросить Как пройти туда-то И туда-то Еще на На нескольких Говоря о техническом плане Вот Анастасия уже упомянула Тот факт Что Человек Который играет На виолончели И поет Это достаточно редкое Явление Вот в техническом плане Это тяжело? Ну в какой-то момент Да Я провел много времени Над разработкой Именно вот этого стиля Во-первых Стиля Никто Виолончели обычно Не употребляется В качестве Акомпанирующего Инструмента То есть он может аккомпанировать Там только Какие-то басовые ноты А вот так Чтобы он как гитара Акомпанировал Именно ритм Гармонию И бас Одновременно И насколько мне известно Никто больше Такими вещами не занимается И я этот стиль Разработал На основе Игры на гитаре Поскольку гитара Была именно Моим первым инструментом И вот на данный момент Я использую ее Очень широко Как аккомпанемент Я также пользуюсь Для сольных концертов Специальной педалью Которая мне позволяет Еще дальше расширить Возможности Виолончели Но мне Особо приятно Всегда Выступать Приглашать Каких-то гостей На свои концерты И вот второй концерт В Риге 11 марта В центре Иммантес Не будет исключением Я буду выступать Со своим Рижским коллегой Замечательным Гитаристом Янисом Рунгесом И это будет Тоже очень интересная Весьма разнообразная Программа Там будет все От классики До Классического Свинга Джаза Современного джаза Этнической музыки И Моих авторских Композиций Поэтому я бы Всех Наших зрителей Хотел бы пригласить Вот на Именно И завтра Приходите Если можете И завтра И 11 числа И потом у нас Еще два концерта В Даугавпильсе Девятого Числа И в Резик На десятого Информация Есть на интернете Если кому-то Интересно А я вот знаете Сейчас о чем Думаю Ян Вы не в курсе Но вот Андрей Меня поймет Буквально Вчера Если я не ошибаюсь У нас же здесь Сидели музыканты Юные музыканты Участники Одного из конкурсов Талантов Который проходит В нашем городе Молодые люди Которые стоят Только в самом В самом начале Своего пути И тоже сидел Юноша Виолончелист Владислав Я почему-то О них вспомнила Глядя на вас И мне захотелось У вас спросить А может быть И они смотрят Нашу программу Что позволило Добиться успеха Вот может быть Такой простой Банальный вопрос Но тем не менее Вот по-вашему Из чего складывается Каков вот рецепт Успеха Музыканта Ну Во-первых Нужно Заниматься В жизни Любимым делом Мне кажется Только тогда Действительно Истинный успех Может прийти Когда ты этим Занимаешься Из любви К этому делу А не из-за Каких-то Корыстных Соображений И потом Нужна одержимость Вот это Я считаю Самый главный Фактор Одержимость То есть Этому По идее Человек должен Посвятить Всего себя Для того Чтобы Чего-то достичь То есть Есть разные Склады личности Есть люди Которые Вот они Очень Разно У них Очень разносторонние Интересы Они делают И то И то И то В жизни Все делают Хорошо Все За что Они берутся Делают Хорошо Но для того Чтобы действительно Достичь Каких-то Невероятных Высот В одном Деле Нужно быть Одержим Именно в этом Как вам Кажется На ваш Успех На Всемирную Славу Ну давайте Называть вещи Своими именами Повлияло то Что все-таки Карьера По большей части Формировалась И складывалась Не в России А в США В Америке Трудный вопрос Хотя нет Он Вопрос Хороший В Америке Знаете Есть такое Понятие American Dream Американская мечта Конечно И вот Это пожалуй То что Мне в Америке Нравится Больше всего Это то что У людей Есть действительно Возможность И вера В себя Дети воспитываются Так что Им с детства Им Вот Их воспитывают С этой верой Что действительно Человек может Достичь Чего угодно Если он будет Мечтать И верить Вот это Кстати В дополнение К вашему Предыдущему Вопросу Самое Помимо Одержимости Еще нужна Конечно же Мечта Но мечта Это тоже Часть Одержимости Обязательно Нужно мечтать Никогда Не переставать Мечтать Люди взрослеют И они Перестают Мечтать А как раз Именно во взрослом возрасте Это очень важно Продолжать Мечтать И стремиться К своим мечтам Меня очень Тронула Одна ваша цитата Которую я прочитала В одном из ваших интервью О том Что Среди Детей В музыкальной школе Когда вы еще учились В России Вы не были Самым продвинутым Из детей В этой музыкальной школе И всегда говорили Что мальчик очень талантливый Но ему чего-то не хватает И Это ваши слова Сейчас я знаю Чего мне не хватало Мне не хватало Положительного одобрения То есть Всегда с кем-то сравнивали Вот Сережа играет лучше Вася чуть-чуть Получше в этом Вот Петя в этом получше Американская Система образования В этом смысле Отличается От российского подхода Американская Система образования Сильно отличается Американская система Это другая крайность Когда детей Только хвалят Им все время Дарят подарки Им все время Дарят призы Я не уверен На сто процентов Что это тоже Верно Но Конечно же Я согласен С тем Что для детей Самое главное Это вдохновение И позитивные эмоции Самое страшное Что Можно сказать Ребенку Это сказать Что Или Чувствовать Что он Разочаровал Родителей Или преподавателей Вот это самое страшное Особенно в таком Тонком мире Как музыка Наверное Совершенно Особая организация Души Наверное Даже Ребенок Может Он свой Первый Пельмень Слепил Или Что-то Что-то Что он Сделал Самое первое И он с радостью Приносит родителям А родители говорят Ой Это ты сделал Не так Вот Это самая Большая Педагогическая Ошибка На мой взгляд Не только На мой В том числе Ну что ж Спасибо вам большое Ян Что нашли время Прийти к нам в студию Хороших вам концертов 8 марта Напомним 11 марта Давайте Может быть Дадим еще музыканту Сыграть Остается всего лишь Пару минут Но мы нарушим Эту традицию Эфир затянется Ян Еще одну композицию Для наших телезрителей Пожалуйста Я извиняюсь Перед гитарой И перед Александром Вертинским Которого я собирался спеть Но если вы придете Завтра и 11 числа Обязательно услышите Вертинского А пока что я хочу вам сыграть Песню На французском языке Великого французского исполнителя Композитора Жака Бреля Под названием Амстердам КОНЕЦ Спасибо огромное Субтитры создавал DimaTorzok